И последнее. Попасть к врачу без очереди и в удобное время. Наболевшая проблема якутян вскоре может быть решена. Напомним, что в подписанном недавно главой Якутии, так называемом медицинском указе, фигурирует пункт о создании колл-центров медицинских учреждений. Они должны помочь улучшить организацию системы обслуживания в этой сфере. Галина Погодаева продолжит тему. В настоящее время обслуживание граждан посредством колл-центра в Якутске ведется в нескольких медицинских учреждениях. В городских больницах номер 2 и 3, поликлинике номер 1 и медицинском центре города Якутска. Как отмечают специалисты последнего, в день они принимают порядка 800-900 звонков. Характер обращений разный. У нас по приему, по записи к врачу, вызов врача на дом, также справочно-информационного характера, то есть это расписание номера кабинетов, расписание врачей и медосмотры. Тем временем сегодня и жители отдаленных улусов республики могут попасть на прием к специалистам в Якутске. Обработка персональных данных и поиском нужного врача занимается Центр поддержки и сопровождения пациентов. Для этого необходимые документы должны быть направлены из районной больницы по единой электронной системе. Форма у нас есть направление, да, и выписку больного обязательно. Обязательно должна быть согласие от больного об обработке персональных данных и личные документы, копии личных документов пациента. На сегодняшний день в Центр обратилось порядка 4 тысяч человек. Он действует по принципу одного окна, то есть маршрут диагностики и лечения пациента от района до специализированного медицинского учреждения отслеживается с помощью единой информационной системы. Мы стараемся полностью автоматизировать данную работу, чтобы пациенты зря не ездили туда-сюда со своими документами и экономили свое время и денежные средства. Поэтому мы применяем современные информационные технологии, разрабатываем информационные системы и по защищенной сети обрабатываем все документы. В соответствии с указом главы республики Егора Борисова, кол-центры должны быть организованы по всей республике до 1 декабря 2017 года. Осуществлять же функцию главного координатора всей системы будет Центр поддержки и сопровождения пациентов.